Добрый день, сегодня инбоксинг и у нас вот такая вот интересная пирамидка компании YJ, которая продается под названием Etal Pyraminx где-то я еще видел Flower Pyraminx вскроем, посмотрим я специально приготовил обычную пирамидку, чтобы понять в чем же разница коробочка компании YJ классическая такая, слегка под кожу на ней все по-китайски, так что то, что я показываю кверх ногами не так уж и страшно логотипчик YJ и Yonjong Toys достаешь такая вот крышечка, такая пирамидка и инструкции нет без инструкции обычная пирамидка ну, размер примерно такой же хотя чуть больше, мне кажется если совсем чуть-чуть цветовая схема такая же возьмем вот так да как и в обычной пирамидке посмотрим на пирамидке на обычной можно делать пиф-пафы посмотрим, можно ли делать пиф-пафы на этой пирамидке как и не выглядит хоп-хоп-хоп-хоп ну, как бы вот так без магнитов без подшипников хотел какая-то фиксация есть а нет подшипнички есть ну, как-то они слабенько фиксируются если честно ну, три пиф-пафа возвращают эту пирамидку пятил пирамидку в исходное состояние что мы сразу видим у обычной пирамидки можно вращать уголок здесь уголок вращать нельзя хотя я не вижу проблемы это было ну, чтобы это было реализовать здесь сразу вращается вот так понятно, что обычная пирамидка головоломка скоростная это вряд ли будет собираться на скорость поэтому соответственно уголки они такие тривиальные повернут и все в нужное положение так что то, что от них отказались не так уж и страшно особенность кроме отсутствия вращающихся уголков это центральный элемент который вот так вот вращается ну на собранной непонятно вот здесь так-то вот так давайте для начала размешаем пирамидку без центров посмотрим все ли так действительно просто как им кажется без уголков перемешивать совсем скучно ну допустим как-то вот так вот замешали попробуем собрать так пытаемся сделать x-cross да все туховато илфо я не знаю поэтому вот так и пирамидку да плаватенько все идет но как бы если не вращать центральные элементы то эта пирамидка собирается как обычно только проще и медленнее теперь же давайте помешаем центральные элементы при вращении здесь вот такая некая фиксация в тех местах где потом будет допустим поворот я вот так вот поверну то есть вот так я не могу оставить вращаться не будет так могу вращаем еще давайте мешать и так и так чтобы было интересно головоломка я так и подозреваю не особо сложная будет но для разнообразия почему бы и нет стоит не особо дорого поэтому так развлечь себя на разок вполне можно качество вполне приемлемое допустим вот так вот мы намешали пирамидку ну со стороны может казаться что это сложно давайте проверять ну для начала как и во многих подобных головоломках мы соберем без учета центров просто как-то первый слой да теперь вот эти ребрышки вот такие вот узенькие и они уже смотрятся не так явно я думал что я вот это правильно ставлю а нет неправильно ставим желто-красное ну так чуть-чуть поинтересней синий красный так зеленый красный на месте стоит и это сразу незаметно выравниваем достаточно нелегко определять пиво я надеюсь что справился с этим вроде бы да и теперь начинаем собирать центры их всего 4 поскольку 4 грани так смотрим какими движениями мы обладаем то есть за раз можем перенести один такой элемент и два таких не больше если я поверну вот так сделать вот так вот сюда такое количество красных завести дальше дальше мне нужно еще один такой и один такой ну есть такое подозрение что их проще объединить используя какую-нибудь другую грань и теперь как в кубике 5 на 5 попробовать собрать центры так если я сделаю вот так то есть мне вот этот уголок неплохо переместить бы вот сюда если я перемещаюсь сюда то у меня вместе с этим все переходит поэтому аналогично кубику 5 на 5 вот это поставлю в это положение отведу поменяю место и вот так соберу красную сторону ну и предполагаю что подобный принцип будет работать и с остальными сторонами давайте берем синий вот как-то все некрасиво смотрится так в таком положении заберем вот такой кусочек так заберем вот такой так но это мне кажется не очень удачная мысль это мне лучше заберу вот так а если вот так половиночку сделали и как-то их надо объединять мне кажется так заберем отсюда что-нибудь и остается вот один элемент хотя сделаем вот так вот да и преждем к самой первой ситуации которая у нас была теперь мне нужно вот этот элемент переместить вот сюда собираем центры так синий красный готов остался зеленый и желтый центры ну сделаем сначала как-нибудь поплотнее так теперь у нас свободных центров то нигде нет поэтому надо как-то полмонее это сделать сейчас сделаю так вот так да вполне разумно ну и все пирамидка собрана пятого пирамидка все несложно чуть-чуть подумать никаких новых алгоритмов все собирается интуитивно вращается головоломка неплохо для нестандартной и нескоростной внутри мы видим элементы некрашного пластика как бы здесь похоже крестовина должна быть на обычную пирамидку как бы обычная пирамидка сейчас уже гораздо быстрее все ну в общем неплохая вещичка несложная доступная и даже неопытным вполне подойдет рекомендую а на этом все всем спасибо всем пока пирамидку